Добрый день! Это интерактивный выпуск программы «Рынки» в студии Жанны Немцова. Этот выпуск посвящен акциям второго эшелона. И вы можете задавать свои вопросы по этим акциям, а также по голубым фишкам и по другим вопросам, которые вас интересуют относительно финансовых рынков. Напоминаю, телефон студии 925-5493, код Москвы 495. И также направляйте свои вопросы на электронную почту market.sobakrbctv.ru. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, традиционный вопрос. Как Вы считаете, стоит ли в текущий момент вкладываться в акции второго эшелона? Насколько они привлекательны? Насколько оправдан риск вложений в эти акции? Сейчас мы видим, что рынки подошли к важным уровням сопротивления, и многие не исключают, во всяком случае, локальной коррекции. Вот в этих условиях стоит ли рискнуть и вложиться в акции с малой капитализацией? Ну, для начала скажу, что мы также, в общем-то, ожидаем небольшой коррекции на рынках, которая, по всей видимости, сегодня у нас и началась. Хотя она носит довольно такой серьезный характер, падаем мы сильнее, чем западные рынки. Тем не менее, мы не склонны ни в коем случае драматизировать ситуацию текущую. И продолжаем, если так можно сказать, рекомендовать компании все-таки голубые фишки, сектор голубых фишек. Из компаний второго эшелона, так называемого, нам больше нравятся в целом отдельные истории. Из этих историй, ну, мы в первую очередь для себя отмечаем, это акции девелоперов российских, которые торгуются на российских биржах. Но, впрочем, мы не только, это акции, к примеру, фармстандарта, это акции моста Треста, такие среднесрочные инвестиции. И из электроэнергетики тоже пару идей есть, но о них можем подробничать попозже. Хорошо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, меня интересуют перспективы дальнейшего поведения акции Челябинского металлургического комбината. Я купила их в апреле прошлого года по 8600. 8600 штук. Что мне с ними делать? Ну, в целом, бумага достаточно перспективная, но в текущих условиях, с нашей точки зрения, я бы сильно не спекулировал на таких идеях, потому что, в общем-то, мы ожидаем такого среднесрочного тренда, который мы наблюдаем с декабря 2011 года. И, скорее всего, летом может пройти, ближе к лету может пройти достаточно серьезная все-таки коррекция к текущим значениям. Поэтому, в целом, я бы присмотрелся к продажам бумаги в этом месяце и, возможно, уже в следующем. Как мне кажется, в апреле 2012 года рынки все-таки подойдут к своим максимальным значениям, на которых, в общем-то, я думаю, стоит открывать короткие позиции. То есть, вы ожидаете повторения сценария 2011 года? Ну, в целом, я ожидаю повторения сценария sell in May and run away, продавай в мае. Ну, знаете, многие так сделали, продали действительно в мае, потом откупили, а потом рынок стал планомерно снижаться все лето, и это продолжилось осенью. Да, ну, мы подкрепляем наши ожидания и фундаментальными факторами, и техническими факторами. Но, прежде всего, я отмечаю, что апрель месяц очень важный с точки зрения наступления таких глобальных событий. С Европейского фронта отмечаю, это президентские выборы во Франции, которые пока носят очень непонятный такой характер, да, кто выиграет, кто не выиграет, потому что вся экономическая политика в Европе настроится прежде всего на связки Франции и Германии. Сарказин Меркель, если один из игроков выходит из боя, непонятно, как будет складываться ситуация во всей Европе. При этом, что надо еще отметить, макроэкономическая статистика, которую мы сейчас получаем, в целом позитивно. Я говорю прежде всего про Европу и про США, но по США, судя по последним данным, которые получаем, опережающим индикатором, есть некоторые звоночки, которые говорят о том, что тот рост, который американская экономика взяла осенью 2011 года, постепенно будет притормаживаться. И, безусловно, это послужит таким сигналом для разворота той тенденции, которую с осенью мы наблюдаем. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Сергей Москва. У меня несколько вопросов. Вопрос по металлургию. Когда можно брать НЛНК по электроэнергетике? Газпром Энерго Ходинг, ОГК-2, МОСЭнерго ТГК-1. И по Газпрому, что вы думаете? Сегодня по РБК Дэйли вышла информация, что налоги по НДПИ хотят повесить. Что вы думаете по Газпрому? Спасибо. Давайте с Газпрома начнем, но хотят повысить это уже известно, по-моему. Ну, Газпром. Тут надо в разных плоскостях смотреть бумагу. С одной стороны, бумага, безусловно, самая недооцененная по показателю PE, если будем смотреть на рыночные сравнительные коэффициенты, она самая дешевая. При этом по коэффициенту PE 3,65. При этом по показателю чистой прибыли Газпром, как это ни странно, сопоставим с компанией Apple. Капитализация которой почти 550 миллиардов долларов. Капитализация Газпрома, если не ошибаюсь, 130 миллиардов. Ну, вообще-то, акция Apple, по-моему, по капитализации компания погнала XModel. Да, да, да. Apple сейчас на первом месте, но по... И весь ритейл-сектор, по-моему. Сектор, да. Но если мы будем сравнивать компании Apple как-то ни странно с Газпромом, то увидим, что они, в общем-то, абсолютно сопоставимы по показателю чистой прибыли. Но при этом по сравнительным рыночным коэффициентам Газпром самая дешевая компания в мире. И, безусловно, выступает той самой лакомосовой бумажкой по всему российскому рынку. То есть отношение мировых инвесторов к инвестициям в Россию. Поэтому в целом мы позитивно смотрим на Газпром. Бумага хорошая, она, безусловно, должна быть в уважающем себя таком среднесрочном портфеле, диверсифицированном в первую очередь. Но сильной динамики я бы, на самом деле, не ждал. Это такой тяжеловес, который очень долго разгоняется, очень долго идет. Поэтому бумага есть в наших портфелях долгосрочных, но каких-то спекулятивных ожиданий по бумаге я в целом бы не ждал. Что касается металлургов, то... Кстати, сегодня АНЖ, банк АНЖ понизил свои оценки отдельных имитентов из стального сектора России. Они порезали, в частности, рейтинги «Магнитки», «Евразу», «Мечелу» и ранее другие инвестбанки также говорили о том, что они не очень позитивно смотрят на перспективы металлургии. Ну, в первую очередь, надо понимать, почему идут такие отзывы о металлургах, такие прогнозы. Потому что падают цены на продукцию производимую. Да, падают они, в первую очередь, из-за, конечно, проблем в Китае, если это можно назвать проблемами. Но все прекрасно видели данные по торговому балансу Китая за февраль. Довольно удручающая статистика, тем не менее, как раз с точки зрения... Они нарастили импорт нефти. Да, импорт нефти. И, в общем-то, по металлам тоже очень хорошая ситуация была. Вопрос в сезонном факторе, столь сильной просадки по торговому балансу. Но надо отмечать, что Китай – это крупнейший импортер сырьевых активов, металла в том числе. И если мы ожидаем постепенного ослабления экономики Китая, то, в целом, спрос на металлы также может постепенно снижаться, что, безусловно, будет давить на акции металлургов. Но здесь я бы выделил как раз компанию ММК, которая, в общем-то, нет собственной ресурсной базы. Точнее, в планах уже есть покупка австралийской компании. По-моему, они уже купили. Да, купили, да. Но пока все это в процессе. ММК как раз будет выигрывать от снижения цен на уголь. Поэтому в данном случае вопрос был про ММК. Мне лично компания нравится. Ну, снижение цен на уголь означает снижение цен на металлопродукцию. Поэтому выигрыш тут весьма относительный. Да, но, по крайней мере, ММК будет себя, с моей точки зрения, чуть лучше чувствовать. Кстати, если посмотрим на динамику прошлого года, то у меня такое ощущение складывается, что именно магнитка показала наихудшие результаты. Так вот, как раз... Динамика акций магнитки была наихудшей. Да, вот и как раз к этому хороший вопрос. В том плане, что, возможно, текущие уровни, они действительно являются привлекательными. Вы знаете, если акция падает, она может падать бесконечно. Тоже верно. Но идея нам бумаги, честно, очень нравится. И нравится то, что компания действительно постепенно выходит из того кризиса, в котором она была и... Новолипецкий медкомбинат. Об этом был тоже вопрос. НЛМК – компания, которая, в общем, до известного момента очень хорошо конкурировала с лидером отрасли «Северсталью». Но второе полугодие не задалось объективно, и мы не делаем ставку на НЛМК. Наши лидеры, компании, на которые мы смотрим, в первую очередь, это «Северсталь» данном секторе и «Мечел». У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, господа. Меня зовут Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Центробанк отпускает доллар в свободное плавание. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл еще его сохранять или все-таки переходить на рубли? Каково ваше мнение? Ну, я так понимаю, что не очень-то Центробанк отпускает доллар в свободное плавание. Все равно Центробанк предпринимает интервенции на валютном рынке. Мы это видели, в том числе и в прошлом месяце. В этом продолжаются интервенции. И все-таки в основном Центробанк ориентирован, он имитент российского рубля, и ориентирован именно на поддержание курса российской валюты. Ну, что касается курса российского рубля к доллару, здесь в первую очередь надо понимать и цели, которые инвестор ставит перед собой. Если имеются какие-то долларовые активы, депозиты, то в целом я приветствую данный вид инвестирования. А так, мы всегда, в общем-то, рекомендовали хранить валюту, избережения в той валюте, в которой, в общем-то, вы тратите ваши собственные средства. Если вы живете в России, не планируете каких-то серьезных покупок в перспективе, то, в общем-то, держите рубли на депозитах. Если вклады достаточно большие, то, безусловно, здесь не помешает диверсификация. Доллар, евро, рубль, пропорция 30-30-30, и, в общем-то, не переживать. Хотя в текущей ситуации я больше склоняюсь именно к покупкам доллара все-таки. — Еще вы не ответили на вопрос, когда был телефонный звонок. Там, в частности, прозвучал вопрос по поводу акции электроэнергетики. Я услышала про «Газпром Энерго Холдинг», в частности, про «Мосэнерго», «ОГК-2», «ТГК-1». Перспективы этих бумаг. — Да. Сектор электроэнергетики в 2012 году имеет определенные перспективы. Все очень ждали, в общем, этого года. В первую очередь, все ждали президентских выборов. И теперь все ждут 1 июля, когда, наконец, решится вопрос с тарифами. Электроэнергетика находилась под таким очень серьезным давлением. Тут ни для кого, как говорится, ни новость. Если мы говорим о этих бумагах, которые нам нравятся, которые нас интересуют, это, прежде всего, компания «Мосэнерго». Совсем недавно представила отчет по РСБУ за 2011 год. Очень сильные результаты именно от основной деятельности компании. Поэтому и с точки зрения сравнительных коэффициентов бумага достаточно дешевая. И нам действительно очень нравится, как нам кажется, с очень хорошим потенциалом. То есть здесь мы видим перспективу. То же самое касается компании «ОГК-2». Она тоже входит в фокус-лист наш для покупок среднесрочных. И отдельный... В чем идея «ОГК-2»? Ну, в целом, нам нравится текущее финансовое состояние компании, текущие сравнительные рейнерсные коэффициенты, то есть бизнес компании. Ну, в целом, все достаточно неплохо. Здесь детали углубляться я не вижу смысла. Из идей просто хотелось отметить еще последнюю историю с «Интерау» с объединением ОГК-1 и ОГК-3. Здесь все прекрасно, наверное, знают на прошлой неделе, наверное, главная идея в секторе электроэнергетики. Несмотря на то, что коэффициенты конвертации достаточно привлекательны для миноритариев ОГК-1 и ОГК-3, бумаги себя неплохо чувствуют, «Интерау» на этом фоне продают. Ну, и продают за счет того, что для выкупа потребуется доп. эмиссия. И на этом бумага, в общем-то, сейчас себя плохо чувствует последние две торговые сессии. Но в целом нам нравится бумага «Интерау». И как раз текущие уровни возможно использовать для именно долгосрочных инвестиций. Даже несмотря на ту летнюю просадку, которую мы ждем по рынкам, идея долгосрочная очень хорошая и перспективная. Потому что будет увеличиваться фрифлоут в результате доп. эмиссии. И в конечном счете для инвесторов долгосрочных это ключевым фактором послужит. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Иванович. Вот у меня такой вопрос. Моросква в центре Переволожа, межинвестиционные дома. Рекомендации дают покупать там в 60-50%. Что вы думаете по поводу этой бумаги? Ну, в целом, честно, данную бумагу мы в фокус-лист свой не ставим. Большого внимания бумаги не уделяем. В принципе, это связано с тем, что пока мы больше работаем именно с голубыми фишками и не считаем, что какой-то отдельный второй эшелон себя уж слишком сильно будет показывать. То есть пока вот на таком рынке, который мы сейчас видим, все-таки перспективны именно бумаги первого эшелона. Отдельные идеи второго, такого уже поглубже второго эшелона, третьего лишь отдельные истории, о которых мы вам только что рассказали. Пришел вопрос, несколько сразу же вопросов на электронную почту по одному и тому же эмитенту. Это Урал-Калий. Недавно были негативные новости по этой компании. Как вы знаете, выступал директор по продажам Урал-Калий, выступал и генеральный директор. И они оба негативно смотрят на рынок калийных удобрений. Более того, в первом квартале будет сокращаться производство на 40%. На этой новости акции упали. Сегодня они продолжают свое снижение. Вот стоит ли покупать эти бумаги и каковы перспективы дальнейшие? Потому что есть мнение, что снижение производства связано не с экономическим циклом, а с тем, что компания, которая является крупнейшим производителем хлористого калия, хочет просто поддержать определенный уровень цены. У компании есть такая возможность? Вы правы в том, что главная цель компании – это сейчас держать цену для своей продукции на определенном уровне. Важно отметить, что все мировые крупнейшие производители в этом солидарны. Для них сейчас главное – это удержание цены на определенном уровне. И ради этого удержания компании готовы сокращать производство. Не только Уралкали, на самом деле, объявил о снижении производства в первом квартале. Что касается Уралкали, здесь скорее индийские партнеры подвели. И китайские. И китайские. Сейчас как раз переговорный активный процесс по поводу поставок. В целом, мы на самом деле негативно достаточно смотрим на сектор калийных удобрений. На Уралкали мы считаем, что пик цены на акции Уралкали пройден. Это связано с глобальным макроэкономическим фоном в этом секторе. Дело в том, что в самое ближайшее время, в 2014 году, очень большие мощности будут запущены со стороны Вале. Сектор, чтобы внедрить новые месторождения, запустить новое производство, требуются огромные инвестиции. Эти инвестиции уже поступают на этот рынок. И конкуренты Уралкали выйдут с большими мощностями в самые ближайшие годы. И Уралкали, безусловно, с нашей точки зрения, может потерять долю рынка. И поэтому, с нашей точки зрения, глобальный инвестиционный цикл в российском Уралкали пройден. Что ж, понятно. У нас есть еще один вопрос. Пришел на электронную почту. Что касается акций второго эшелона, в частности, аптеки 36,6 и 7 континент. Что с ними делать? Куплены были год назад. Год назад. Но что касается 36,6 аптек, то в данном секторе нам больше нравится фармстандарт. 36,6 главная проблема, все прекрасно знают, это долговая нагрузка. При этом, что касается фармстандарта, отдельно хотел бы поговорить. Несмотря на то, что котировки снижались весь 2011 год, тем не менее, компания достаточно уверенно себя чувствует на рынке. Мы получили уже достаточно давно операционные результаты за 2011 год. Темпы выручки во втором полугодии оказались выше уровня первого полугодия. Это значит, что и, вероятнее всего, по чистой прибыли у компании все будет хорошо. И она выйдет на новые максимумы. При этом котировки, мы видим, на рынке падают. С точки зрения технического анализа, они сейчас как раз у верхней границы стоят своего среднесрочного нисходящего канала. Но, с нашей точки зрения, фундаментальная основа, как раз по факту выхода отчетности официальной за 2011 год, поспособствует росту котировок именно фармстандарта. И наш лидер в секторе именно фармстандарт, но не аптеки 36,6. Еще пришел, у нас был звонок, он сорвался, но он касался акции Распадской. Какого перспективы этой компании? Сегодня стало известно, что, по-моему, Сбербанк выдал кредит Распадской на 300 миллионов долларов. Даже не кредит, а кредитная линия. Открыл кредитную линию. Ну, в общем, здесь идея следующая. Долгосрочные перспективы. Мы, в общем, рекомендовали бумагу покупки. Эта история зародилась, и наша рекомендация, когда объявили, в общем-то, buyback, тот самый совсем недавно. И, в целом, для долгосрочных инвесторов достаточно неплохая инвестиция. То есть, мы благоприятно смотрим. Что касается краткосрочной спекуляции, мы, в общем-то, напротив, не даем рекомендации по покупке или продаже бумаг. То есть, бумагу в фокус-лист не ставим. Именно из-за вот того самого buyback, который проходил. И, в общем-то, пока не смотрим, нас не привлекает данная бумага. Дмитрий, большое вам спасибо. Спасибо. Напомню, что на ваш вопрос отвечал Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Китфинанс. Программа «Делажана» Немцова. До встречи.